уважаемые любители моих маленьких роликов и читатели моих книг мы продолжаем с вами карантинные развлечения и сегодня мы займемся собственно говоря пятым пунктом конституции гомо сапиенс сапиенс которая была написана мной больше месяца назад значит речь идет о чем речь идет о пятом пункте который говорит о осуществлении чиновниками функции управления государством значит выйдя вчера за едой в магазин я увидел что сейчас эти функции управления в ощущается как-то не очень хорошо дело в том что половина примерно из тех кто в обычные не гулял гуляют то есть мысли интенсивно ходят по магазинам при этом после 60 лет половина людей ну так на взгляд ходят в масках а вот моложе 30 ходят без масок и с надеждой глядят на тех 60-летних кто ходит без них мне что-то это напоминает вирус конечно посказался и на политике и на экономике ну ясно что денег меньше в европе деньги раздают достаточно широко у нас пока нет на думаю что это все впереди но самое главное что вирус это вся пандемия очень обостряет всякие эволюционные процессы которые люблю описывать своих книжках и в этом отношении многие мои предсказания 10-15 летней давности начинают сбываться но например я всегда писал во многих книжках и выступления говорил о том что как только в результате искусственного сортинга головного мозга набирается достаточное количество людей с новой конструкции мозга приспособлен для того чего раньше они были не востребованы ну например сейчас это люди компьютерного происхождения то есть те которые хорошо разбираются понимают и умеют с этими системами работать они постепенно захватывают власти устраивают новый церебральный сортинг соответствии уже своими представлениями о мире вот видите в условиях острой ситуации экономической а теперь медицинской кто у нас пришел к власти я имею ввиду премьер-министром кто стал к специалистами на в этой области и набрался такую же команду это говорит о том что в ближайшее время начнется новый этап церебрального сортинга по принципам которые раньше не использовались чем у вас поздравляю можно посмотреть как осуществляются процессы описанные в книжке цели брали церебральный сортинг и нищета мозга то есть можно в них даже поучаствовать например там михаил хайзин готовит людей которые придут как раз на смену тем кто сегодня находится у власти то есть это одна часть вторая часть это распад европы по сути дела и об этом бесконечно писал потому что нельзя строить межгосударственные связи делать такие конгломерации как евросоюз нарушая законы природы то есть процессы самоорганизации не могут идти в гетерогенных системах это понятно это невозможно в принципе по законам не только эмбриологии которые занимаюсь много лет но и по законам дифференцировки это невозможно когда у вас вы пытаетесь в одном полосе придать одинаковые свойства совершенно разным клеткам которые уже вступили давно дифференцировку то есть этого не надо делать поэтому обратимся таки все-таки к нашим простым барашком а именно к пятому пункту конституции по каким-то странным причинам мне совершенно неведомым вызвало слово до капитации то что чиновники отзываются методом до капитации но это старое слово известное с времен там римской империи широко его вели во франции вот я держу замечательную книжку и цивили французская цивилизация изданную в 1896 году а написал и альфред николя рамбо очень известный человек историк напишешь прекрасные исторические книги советую почитать часть из них привезена на русский еще до начала исторического материализма он был профессором сарбон потом сенатором но потом министром народного просвещения ведь в те времена сначала становись профессорами а потом министрами как вы знаете в нашей стране все наоборот так вот в это замечательной книге собственно говоря говорится и о главном декапитаторе есть прямо есть специальные полторы строчки посвященными этого этому светлому вопросу о том что гильотину создал врач кстати и долго обсуждали в революционной франции как именно какой размер с какой скоростью и прочее прочее и вводят слово то что эта машина до капитатов это были прекрасные французские времена когда франция была действительно передовой страной и много происходило очень интересного но например в те же годы примерно после при создании этого замечательного декапитатора работал французе в галь который по шишкам на черепе определял человеческие способности но это было в австрии потом переехал во францию и вот такую штучку это как раз моделька со способностями которая собственно говоря и отражает как как бы человеческие особенности характера и поведения ну понимаете что передовая франция перепугалась до смерти а наполеон его засунул в тюрьму сразу на всякий случай не да бог кто-нибудь определил способность наполеон тогда в это веке он испугался до смерти но не важно важно что в этот период величайших открытий изобретений многочисленных был создана и универсальный уравнитель ну хотя бы в отношении декапитации потому что раньше во франции там простолюдинов вешали как-то четвертовали в общем поступали с ними как-то омерзительно а благородных сэров и пэров то есть благородных лица им значит отрубали им голову мечом но это тоже было довольно волокитное занудное надо быть мастером чтобы это все сделать но и публика всегда потешалась над этим делом собиралась как на аттракцион но вот в конце концов было запретено такое устройство которое уравнивало всех первым в 1792 казнили простого воришку а уже через год сюда лег значит людовик 14 что же сделать такова жизнь и их одинаково декапитировали устройство довольно простое здесь очень тяжелый нож от 40 до 100 килограмм а здесь держатель чтобы раз обреченный значит на казнь он мог здесь удобно расположиться с лежаночкой и вот такая куколка которую я сделал для этих целей она демонстрирует принципы работы конечно казнить его куклу не будем но принцип покажем запиралась и дальше специальный стопор который удерживал нож выдергивался любым желающим или специальным человеком это была почетная обязанность и опускался на шею обреченного собственно говоря и вся недолго надо сказать что в цивилизованной и гуманной европе таким способом казнили там германии помда 66 года во франции последние в 77 году казнь была осуществлена вы можете представить кто жил в те годы например очень хорошо 77 год помню чтобы 77 году в ссср вот таким способом казнили людей но это вы знаете не в одни ворота не лезет цивилизация однако французская данном случае так вот не обязательно конечно этих несчастных воришек которые крадут еду имеется ввиду ну эквивалент тысячедневные рационы обязательно подвергать таким вещам это так на худой конец если понимание не возникнет можно просто избавлять от лишнего имущества но в смысле совсем и выпускать на волю пусть зарабатывают но если получится но если повторно ну что ж тогда изобретение вот это замечательной французской цивилизации ничего не сделаешь поэтому если мы говорим о пятом пункте что основное в нем это пожизненные чиновники и на самом деле ответственность ответственность которая должна осуществляться всегда несмотря ни на что если ты отвечаешь за какую-то животинку ты должен о ней заботиться не заботишься будь добр вас ждут может быть хоть это подействует на чиновников которые по моему уже не чуют под собой земли ну а на этом до свидания до следующих встреч а а а а